Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Вот и наступило 1 октября. А почему я так говорю, вот и наступило 1 октября? Другие числа я просто говорю, вот такое-то число. Ну да, сегодня воскресенье. 1 октября. Потому что с 1 октября. Индексация. Ну в первую очередь, конечно же, в первую очередь, там кое-какие какие-то поблажечки будут, какие-то законы там изменят. Ну давайте разберемся, друзья, именно что сегодня, что же сегодня такое за 1 октября наступило у нас, да, 2023 года. Вот какие законы и какие правила вступают в силу в Латвии с октября. Вот в октябре. Давайте послушайте внимательно. В целом перемены выглядят позитивно. Где-то снизятся тарифы на отопление, где-то, где-то на отопление. У кого-то уменьшатся счета за электричество. Кроме того, уже в октябре можно будет, не вставая с дивана, только не падайте с дивана, ладно, да? Следите за трамваем, господи, мамородная. Нет, 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 я не такая. Вот у меня вот только что шутил недавно. Наташа, ой, я не могу. Я не такая. Нет. Я жду трамвая, да? Следить за трамваем, господи, ой. А также легче получить наследство. Понятно вам? Наследство будете получать легче. Так что, не только индексация пенсии вам поможет. А по наследству получите. За ваше здоровье. Ну, воскресенье сегодня что поделаешь? Сушняк. Давайте дальше, друзья. Снижены цены на отопление. Внимательно. Не переключайте. Не-не-не-не. Не переключайте, там интереснее будет. Серьезно. Да я пошутить люблю, друзья. Снижены цены на отопление. Где же будут снижены цены на отопление? Ну-ка. 25 сентября комиссия по коммунальным услугам, регулятор, сообщила хорошую новость. В 20 местах, слушаем теперь еще внимательней, 20 местах с октября будут снижены тарифы на тепло. В Риге муниципальное предприятие Рига Силтумс определило новую цену с 1 октября сегодня 87,57 евро за евро мегаватт в час. Для сравнения в прошлом, в прошлом отопительном сезоне, средний тариф в Риге составлял 180 евро и 97, ну 181 евро почти за мегаватт в час. Ну это получается, друзья, больше чуть даже, чем половина. Но с учетом государственной поддержки, счета для рижан составляли. Ну тогда же поддерживали, вы помните? Составляли. В этом году не будет. 112 евро, это с учетом поддержки, и 39 центов за мегаватт в час. Таким образом, новый тариф, новый тариф Рига Силтумс, к началу отопительного сезона будет ниже, чем тариф прошлого отопительного сезона с учетом господдержки в прошлом году. Также снижен тариф. Слушаем. Где? Снижен тариф также в Венспилсе до 86 евро, ну я давайте центы не буду называть, до 86 евро, в Кандове до 87, в Малпилсе до 88, в Саллспилсе до 65 евро, в Мадане до 74 евро и других местах. А вот где других местах? Это кроссворд. Вопрос. Ну это понятно. В счетах увидите. Снижен повторяю. Продолжаем. Янис Негридс, директор департамента энергетики регулятора. Слушаем его, что он нам заявит. Однако, в некоторых случаях наблюдается и повышение тарифов. Еще внимательно, я выпью лучше, чтобы вы там не расстраивались. За ваше здоровье. Тарифы на тепловую энергию имеют тенденцию снижения уже с конца прошлого года. Однако, вот это однако, вам, друзья, как там не бьет там серпом по одному месту? Однако, следует понимать, что они уже не будут на таком уровне, как, например, в 2021 году. Ну, кто бы еще думал. Но общая тенденция все же благоприятная. Газ значительно подешевел. И его стало выгодно использовать для отопления. Это не факт. Он может завтра подскочить. Ну, так, к примеру. Например, в прошлом году один из самых высоких тарифов в октябре. И во время отопительного сезона в некоторых местах суммарно составлял 324 евро. Я о центре не буду говорить. Но при государственной поддержке жители платили 126. На данный момент тариф в таких населенных пунктах в октябре в составе. Вот с октября. 1 октября, друзья, уже все. Ой. 90 евро в составе, да. Я себя увидел в этом изображении, друзья. Ой, не могу. В воскресенье. Забыл расчесаться. Как вы там у меня ничего на башке? Кудри мои вьются. Кудри вьются. Кудри вьются у людей. Почему они не вьются? У порядочных людей, да. А побриться успел. Давайте. За ваше здоровье. Двадцать шестого сентября. Сейм поддержал. Нет. Люди. Чувствам юмора. Ну, конечно же. Двадцать шестого сентября. Сейм поддержал подготовленный министерством. Оформление наследства упростится, друзья. Да что нам в этой индексации? Мы на наследство получим. Ой, не могу. Кому не интересно слушать про оформление наследства, что упроститься? Прошу не слушать. Но наследство всем упростится, друзья. У вас же что? У вас нету что ли наследства? У всех же наследства есть. Вот. Наследство теперь оформление. Простится. Двадцать шестого сентября. Сейм поддержал подготовленный министерством юстиции изменения правила о реестре наследства. Ну вот, точечку поставить. Можно. Получим наследство и заживем все. Ой, зашибись. И введение наследственных дел, которые призваны снизить административную нагрузку на потенциальных наследников. Нет, ну кому-то это и пригодится, конечно. Многих знаем. Ой, господи. Ну, бедненькие, бедненькие были, бедненькие. Ну, знаем, знаем. Оба на нулевой машинке. Опа. И одежонка, и квартиры, и то, и сё, и дома. Откуда деньги? А сами-то нигде не работают. Интересно же, если вы знаете кого. Нет, друзья, я просто пример привожу. Не оправдываюсь никогда, друзья. Всё на наших глазах происходило. Да, так же и вот эти вот, вот синева тоже. В депутаты залезли, знаем кто. И лезут, и лезли. Ну, сейчас уже, не знаю, живые, неживые они. Лезли. Тоже, синьки. Работу бросили, ушли. Чёрт-те что происходило тогда. Это вообще чёрт-те что. Ну, депутаты это не говорит о том, что именно прям все им лезли. Нет, конечно. Депутатов городских дум, местных всяких там деревень. Поселков этих, сёл. Сейчас нету, друзья, уже посёлков. Сёла. Людей нету. Дома только обшарпаны в основном. Отныне, ездили, знаем, потенциальным наследникам не придётся представлять свидетельство о смерти. Вот всё никак не закончу про это наследство. Господи, так и хочется перейти на другое. Смерти умершего по наследственному делу, а также доказательство последнего задекларированного места жительства. Ну, я в хорошем смысле хотел, что хочется вам знать, что 99,9% Какие наследства у кого? Господи. Да, вот не докончил там. Лес понапродавали, топор понапродавали, землю понапродавали. Конечно, они хапнули. Сотни тысяч. Вот откуда у них деньги. Да. Ну, родители, конечно, ушли в мир иной. Или там бабушка с дедушкой. А ещё наследники есть. Канада, Америка. Оттуда наследство приходило. Да, ну откуда же деньги такие? Я ничего не имею. Я ради Бога, конечно. Ну, свалится и вот кому-то, да. Что вы, откажетесь от наследства? Естественно, нет. Я просто вам так, в шуточной форме. В воскресенье, друзья, отдыхайте и слушайте. И смотрите канал Мы Жем Ваты. Подтверждающее право заявителя на заявление о наследстве, на наследство. Понимаете? На наследование. Присяжный нотариус выяснит сам всю необходимую информацию в регистре физических лиц. Изменения в правила, связанные с изменениями в законе о нотариате, который предусматривает совершенствование процедуры открытия наследственного дела. Поправки вот вступили с 1 октября. Я говорю, сегодня очень много чего вступит. Да. Вступали. Ой. За какую тему не возьмись, можно развивать. Сейчас отслеживание общественного транспорта. Вот. Слушаем дальше. В октябре пассажиры Рига с Атексами смогут в режиме реального времени получать данные о местонахождении конкретных транспортных средств на маршрутах. Это хорошо, конечно. Но кто работает и учится, нужно знать, где транспорт находится. Компания работала над этим проектом около полутора лет. В настоящее время решения тестируются. Эти данные в первую очередь позволят диспетчерам и отделу мониторинга дорожного движения компании знать, где находится каждое транспортное средство. Но это будут открытые данные. Такая возможность будет и у пассажиров. Вот я и говорю, у пассажиров будет. Прежде всего, отслеживание транспортных средств будет доступно на мониторах, на остановках. Вот к чему я клоню. А также на сайте и приложении компании. Завершить решение и протестировать, как все работают, планируется вот в этом месяце, в октябре. После завершения работ и публикации данных планируется, что на маршрутах можно будет отслеживать все транспортные средства Рига с Атексами. Далее, счета за электричество уменьшатся. Снижение произойдет уже в счетах за сентябрь. Вот уже в этом месяце. Чтобы вчера был сентябрь. Вот опять сентябрь подпалил листву. Вновь приходит в тучах рассвет. Ровно год на свете без тебя я живу. А кажется, тысячу лет. Также дождь стучался в окно, которые жителям будут получены в октябре. Это обусловлено поправками к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, принятыми сеймом 21 сентября. Следующее слушаем. Как скидка выглядит в цифрах? Разбираемся. Оператор системы распределения электроэнергии, которой подключены более чем 100 тысяч пользователей в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, до конца этого года, за поддержание мощности будет применяться сниженная плата за услугу электроэнергетической системы. Льгота составит 60%. Ну, это уже наслышанно. Я уже вам тоже неоднократно называл это. Включая налог на добавленную стоимость НДС. И коснется только физических лиц. Коснется это. Соответственно, плановое снижение в евро эквиваленте будет для каждого клиента зависеть от используемой мощности подключения количества фаз и ампер. Например, для расчета взяли основной тарифный план, который подходит для семьи с регулярным потреблением электроэнергии. Первое. Однофазное подключение мощностью от 16 до 20 ампер. Собранный садовый стыкл с данной показывает, что около 90% квартир и около 35% частных домов имеет такое подключение от 16 до 20 ампер. Для домохозяйств с однофазным подключением и подключением на 16 ампер тариф и фиксированные компоненты после 60% снижения составит 2 евро 43 цента без налога на добавленную стоимость. Вместо прежних 6 евро и 8 центов. А для домохозяйств с однофазным подключением и подключением на 20 ампер плата снизится с прежних 7 евро и 60 центов до 3 евро и 40 центов. Второе. Трехфазное. Внимательно слушайте, да? Не переключайтесь. Собранный садовый стыкл с данной показывает, что около 10% квартир и около 35% частных домов имеют такое трехфазное подключение. В свою очередь для домохозяйства с тремя фазами и подключением на 25 ампер уже плата составит 9 евро 2 центов вместо прежних 23, а будете платить 9.20. Рассчитать ожидаемое сокращение тарифа можно и самостоятельно, используя сайт садовый стыкл. На домашней страничке предприятия доступен калькулятор расчетов тарифов. В доступные окошки нужно ввести параметры своего подключения. Калькулятор покажет, сколько сейчас составляет фиксированная доля тарифа, но компонент мощности эту цифру можно увидеть и в счетах за электричество за июль и август. Планируется, что с июля, да, с этой стройкой, да, попотеешь, потому что с 1 июля подорожало все, поэтому это за июль и август можете еще увидеть. Планируется, что именно эта сумма уменьшится на 60%. Отопление следующее слушаем, плюс газ, плюс электричество, кому помогут зимой? Вот давайте теперь еще подробнее. Повторяю, кому помогут зимотики? Сейм в четверг, 21 сентября, также концептуально поддержал законопроект, который призван установить срочные меры поддержки компенсации затрат на энергоресурсы для домохозяйств с низким и средненизким уровнем доходов. То есть предусмотрена поддержка для домохозяйств, у которых совокупные ежемесячные расходы на оплату жилья составляют 30 и более процентов от дохода на одного члена домохозяйства. Это пояснили авторы законопроекта из Министерства климата и энергетики. Поддержка, вот чем Министерство климата занимается, поддержка предназначена для оплаты энергоресурсов, которые домохозяйств... Вот если бы не было этих министерств, оставить несколько только, вообще бы мы бы копейки платили. Все, вы, мы, все, все. Вот даже 30% министров ликвидировать, министерств, всяких ведомцев, всяких там комиссий под комиссией, просто ликвидировать полностью. И отправить их работать, дармоедов, создавать все, что... Вот, да, 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 создавать все и свое все производить. Всех родственников, всех, всех их кумовьев, сватьев, всех туда. Работать, налоги пополнять, поддержка предназначена для оплаты энергоресурсов, которые домохозяйство получает централизованно. Электричество, природный газ, централизованная тепловая энергия, а также для децентрализованных решений отопления, таких как гроба, гранулы, брикеты и прочее. Я не зря затронул вот это вот, что сокращать. Друзья, у нас около одного миллиона населения. То, что там они то в ту вешают нам, миллион девятьсот тысяч, ну это ложь все. И это я так вижу ситуацию. Это не сказку я рассказываю. А прямо говорю в лицо всем, тем, которые, да, вы понимаете, кому я говорю. А откуда? Ну откуда вон пустые города стоят? Я уже молчу. Селы и вообще хутора. Съездите туда на восток. Чуть-чуть от Риги туда проедьте. Увидите. Я просто говорю. Ну куда столько министров, куда столько депутатов? Для чего? Для кого? Если все распродано иностранцам. Над кем вы управляете? Чем? Вон министерство климата чем занимается. Сейчас доношу я вам. Зачем оно было нужно? Как минимум оставить не на 30 срезать, а 30 процентов только оставить. В том числе министров, депутатов. Вообще оставить 30 человек. Над кем они управляют? Вот это да. Вот это новость с 1 октября. Я говорю, куда ни копнись. Я все время говорил. Ну какой смысл? А, ну да. Пилить. Пилить европейские деньги. Конечно. А сами освоить не можете. Вам дают миллиард суда. А вы осваиваете 100 миллионов с горем пополам. А остальное куда? Это я к примеру. Да. Вот во сне увидел и рассказываю сон вам. Поддержку. Это чтобы понятно было, да? Понимаете, друзья. Поддержку планируется предоставлять в ситуации, когда на бирже будет выявлено чрезвычайное повышение цен на энергоносители. Когда цены возвращаются к нормальному уровню, поддержка автоматически прекращается. Ну, господи, друзья. Ну вы понимаете, о чем речь идет. Понимаете? Это очередное. Это заливание народу лапши на уши. Господи. Прям подъезжает самосвал и прям заливает. На одного человека. Ладно, закончу, конечно, эту новость, друзья. Да. Ну вы знаете, кто вот постоянные зрители. Без шуток и вообще. Я говорю. И смех, и грех всегда вот так говорю, друзья. А на душе вообще. Да. Сам себя. Вот сами себя успокаиваем. А на самом деле, друзья, разве не прав? Вы посмотрите, сколько драмоедов развелось. Начиная с 90-х годов. А чем дальше, тем больше уже поколениями сидят там. Во всех, во всех, я имею в виду, в самоуправлениях. Посмотрите, что творится. Зачем столько нужно этих драмоедов? Ну зачем? Пусть они объяснят. Пусть они расскажут, покажут достижения свои. Что вы сделали за 100 дней? Что вы сделали за 200 дней? Каждые 100 дней хотя бы. А не хотите, каждый месяц будете. Каждый месяц. Что вы сделали? Каждую неделю. Никто за ними не ведет контроль и учет. Ничего нет такого. Развели, говорю, всяких ведомств. А где надзирающие органы? Ну. Или вы только вылавливаете бабушек, дедушек? Домохозяйства, имеющие право на поддержку, будут определяться специально системы. Система соберет в одном месте информацию, имеющуюся в базах данных службы, государственных доходов, государственного агентства социального страхования и управления по делам гражданства и миграции. Авторы законопроекта отметили, что система сейчас находится в стадии разработки. Ну вот все, в стадии разработки. Ну вот видите, я вам доложил вот это вот. Ну система находится в стадии разработки. Так что если что-то не пойдет, ну мы же разработали, пока еще это все опробуется. Ну да. Однако для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен поддержать всем еще в двух чтениях. Понятно? Я и говорю, друзья. И все равно еще раз повторю. Населения нет столько. Где данные какие? Сколько? Сколько уже выехало? Уже больше, чем полмиллиона. Это, господи, друзья, ну даже посмотрите, 500 тысяч от двух. Сколько остается? Полтора. А сколько нелегально уехали вообще отсюда? Вообще. А числятся здесь. Таких еще столько же. Ну ладно, поменьше, друзья. Ну сколько получается? Ну я все равно, по моим подсчетам, вот сколько лет уже я все время пытаюсь. Думаю, ёхай ты. Да вот первый пример. Посмотрите, вот в это вот соплистное заболевание, так и не хочется называть это ковидом, блин. Будь он неладен. Сколько ушло в мир иной? Где чего? Помните, как учет ввели? А можно, говорит, мы его запишем, что у него ковид? Ну умер. Бабушка, дедушка умер там. И так далее. Папа, мама. Не дай бог, конечно, желаю всем здоровья. Это все звенья одной цепи. Где население? Где? Куда столько дармоедов? Я говорю, ну куда я имею ввиду этих управленцев? Куда? В мире столько нет, сколько у нас в Латвии. Министерств, ведомств и всяких там. Ужас. Можно развивать до упора. Ой, времени уже много. Уже почти 26 минут. Друзья, желаю здоровья. И вот по этой теме сейчас вот только всем здоровья. И счастье не устану повторять. Человек должен быть счастлив. Надо добиваться этого. Вот этих дармоедов и все. Строить надо все свое. И производить свое. Независимость. Вот она. Слово такое. Есть. Существует слово в мире. Независимость. Во всем. До свидания. Еще раз всем желаю здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вот такое 1 октября. Да уже зла не хватает, друзья. 6,4 индексация, блин. А дармоедов скоро осталось совсем немножко 1 января. Увидим, насколько они процентов себе поднимут. Попомните мое слово, друзья. До свидания. Спасибо за поддержку канала. Поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Большая просьба. До свидания. Поделитесь с друзьями также. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok